Здарова! Сегодня немножечко поиграем в профессии админа, потому что, несмотря на все мои ролики с админ тематикой, я в профи админа редко наблюдаю за людьми. Ну и самую малость поиграем в РП. Побываем на разных жалобах и, возможно, с этого выйдет что-то интересное. Ну и по традиции, какой трек играет на том или ином таймкоде? Все треки, которые звучат в роликах, вы можете услышать и скачать у меня в телеге по ссылке в описании. А играл я на сервере Беброград. IP и группа будут в описании. Кстати, небольшая новость. Некоторые админы в Новый год уснули в салатах и поэтому мы проводим набор. Посмотрим, что получится. Вот. Может быть, мне попадется кто-то. А, может нет, может нет. Вот. Такие пироги. Правда, у меня проблемка. У меня нет чата, потому что у меня была игра на том мониторе изначально. У меня что-то, ребята, с чатом, я его просто не вижу. Он у меня как бы открыт. Я могу у него писать, но я не вижу, что там пишется, какие команды и так далее. Я не вижу, кто кого забанил. Вот такие пироги. Мое путешествие в админпрофе началось с того, что я наткнулся на нарушителя правила Voice Abus. У нас оно подразумевает, если ты пользуешься Voice Chat не по назначению или же не в соответствующей профессии. Например, ты не диджей, но ты при этом включаешь музыку. Да, ребят, возможно, прозвучит как какая-то дикость, но у нас не нужно покупать разрешение на Voice Mode, чтобы им пользоваться. И пользоваться им могут все. Единственное, что вы не можете просто так включать музыку Voice Chat, но для этого есть entity колонки. Но даже без этих ограничений на Voice Mode правила Dark RP кажутся немного шизанутыми, не правда ли? Если я не ошибаюсь, люди заходят поиграть в первую очередь, чтобы расслабиться, поиграть с кем-либо в пати и получить положительные эмоции. Но если ты не медийка, то на Dark RP это довольно проблематично. Но благо, помимо Грис Мода, есть очень много и других интересных игр. Ну вот, например, недавно знакомый моим зрителям проект YouWove. Это бесплатная многопользовательская игра по Варкрафту. Они, кстати, открывают два новых мира. И первый это Легион. Пве Мир на базе клиента 735 с райтами на опыт X3. Фракции Альянса и Орды объединены, а также есть множество рейдов, данжей, арены, сценариев. За участие в рейдовых и мифик плюс гонках игрокам полагаются соответствующие призы и награды. Пока микробандиты сидят на маниках в Dark RP, насиживая себе из наград только геморрой, ты можешь попробовать себя в режиме хардкор. Если твой персонаж погибает хотя бы раз, его жизнь заканчивается и тебе нужно создавать нового. В свое время я наиграл достаточно в хардкорных режимах, да, в ПВЕ, но все же это было непросто. Открывается ПВЕ Легион 5 января в 19.00. Второй мир это Пандария на базе 5.4.8, ПВП Мир с двумя днями ПВЕ на комфортное развитие. Рейды на опыт уже X5, а фракции все также объединены. Для ПВП Мира также доступен хардкор, а открывается Пандария 19 января в 19.00. Помимо двух новых, есть также открытые миры, а именно Легион с рейдами X5 и X100. На проекте стабильно высокий онлайн, а также реализация миров не хуже, чем на официалке. В общем, рекомендую тебе заценить ЮВОВ, а перейти к нему ты можешь по ссылке из описания. Как хочешь. Я не открою вам дверь. Десять минут, вайсабус. Все. Вот я немножечко так, ребята, ущемлен, то что у меня нету стереально чата. Ура, он понял, что это нужно так сделать. Колонку поставили, да. Опа. Кача пошел. Тут сейчас рейд будет, потом приму жалобу. Сейчас, братан, у меня стратегия есть. Я надеюсь, ты не ГОС, потому что, ну, я все равно сейчас никуда убегать не пойду. У меня просто идея одна появилась. Бля, это как тут? У меня зонтик есть, надеюсь? Я не хочу разбиться вообще. Димеет. Че, че, че? А, если они будут нападать, блядь. А что он хочет сделать? Кто? Типа, что ему надо? Кто говорит? Я не особо понимаю, что у него за тактика. Ну, давайте просто посмотрим. Что? Поздравляем это нонерпе. Во-первых, потому что он пытается пробить через эту щель их энтити. Во-вторых, он не является полицейским и не собирается никого рейдить. Он пришел, грубо говоря, погриферить. Но такого понятия в наших правилах нету, поэтому ограничимся простым нонерпе. А, ну и Крофдерпе сюда подойдет, потому что он это делает при свидетелях и активно с ними это обсуждает. Интересно. Через эту щель он хочет прострелить, да? Не, ну он попадает, как бы, но не туда, куда надо. Этот на терпилочах смотрит. Шесть недель онлайн. Ну, давайте понаблюдаем, вот зачем это кончится. СБГ стал. Интересный человек, однако, на СБГ гоняет. Но мы за ним должны проследить. Сначала он пытался... Он должен какую-то инфу пропалить, но полюбас. Где-то тут снаряжение должно быть. А, вот он, вот он, вот он. Тут снаряжение получает, да? Определенно он из прошлой жизни знает, что вот, как бы, там битмайнерская ферма стоит, да? Окей, хорошо. И как он это реализует? Вот как он это будет сейчас реализовать? Вот он бежит. Ну и, конечно, он вернулся в то же место, где он пытался попасть куная. Дарк РП ебланы, ну, слишком предсказуемые. И я каждый раз, зря и зря, от них ожидаю чего-то нового. Стихлом стоит. Пиздец, братан. Как ты разбился? Сука. Раз, три. Позвали IQ, нахуй разбился. Как так? IQ, горе в семье. Куда вы там встаете? Не надо никуда вставать. Улеглась. Что, IQ сегодня у нас дойдет вообще? Блядь, нормально. IQ, что-то нихуя не IQ. Все, да. Ну, я поехал, улыбнись. Посмотри, посмотри вот эту фату. Что там есть? Запрещай, у нас нет никаких манипринтеров. Все, что он скажет, это обман. Не верьте ему. Манипринтеры, понимаешь? Понимаем, понимаем. Нету, нету, нету. Что вы думаете по этому поводу? Давай, давай, пробуй, пробуй. У тебя никто не любит. Ты всего лишь какой-то умею. Я думаю, что его все... Что его попал? Кстати говоря, это он и есть. И его убивают на этом рейде. И после этого у него запускается правило НЛР, которое он обязан соблюдать. Второстепенный НЛР заканчивается вместе с рейдом. А основной он просто существует, есть, был и будет. Это классическое правило. Вы не можете помнить что-либо из своей прошлой РП жизни. Будь то смена работы или же какая-то РП смерть. Пошел, бля. Ха-ха-ха-ха. Абратно, обратно. Абратно иди, братан. Нет, ты умрешь, братан. А, у меня тут проход был. Кстати, генерал, я е... Ну да, нет, я, 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 я. Мне написал убийство. Ему можно скринуть. Ну вот, ничему жизнь не учит, я смотрю. Здесь уже рейд заканчивается, и одного из хозяев квартиры банят за неправильную постройку базы. Соответственно, вся база слетает, и остается один битмайнер. Нетрудно догадаться, что же будет делать наш главный герой. Ну, конечно же, он снова придет на это место рейда после того, как его тут же убили. Ну вот, ничему жизнь не учит, я смотрю. Аху... Ахуенно. Три-четыре-ф. День добрый, к стене встаньте, пожалуйста. В вашей квартире манники были. А вы как сотрудничество с криминалом имеете, получается. До свидания. Откуда ты знаешь про манники? Тебя же на этом рейде хлопнули самым первым. Плюс НЛР. И каким образом ты успел обыскать квартиру, в которой ничего абсолютно уже нету. Плюс нарушение правил обыска. В смысле? Вы, я... Ну, я просто без понятия... Я тут даже не прописан. Я в гостях был. Это хата хозяина, не хозяина. В любом случае, манники вы видели. Не прописанные... Так их нет. Мне сказали, принтеры печатают тесты для детей. Документики имеются. То есть, если имеются, то в каком кармане. Я думаю, что паспорт у вас с собой. Да-да, паспорт. Нон РП. НЛР. Квоз. Мне сказали, что принтеры... Слушайте, ну у вас прописка тут. Как бы написано, второй этаж, общакник. Улица Б. Бронюхова. Квартира 6, понимаете? Вы тут прописаны официально. Он просил мой паспорт, но не сказал зачем. Увы, раз уж манники не ваши, сотрудничество с криминалами. Так его же убили на рейде. Подождите. Стоп. Очень интересно. Киллы. Кого он бахнул? Киллера бахнул. Окей. Так его же убили. Вы что, серьезно? Ну это НЛР уже идет. Вот смотри, ты за 3-4 чела забанил, когда квартиру рейдили его. И там, получается, чела убили. СБГ генерала. Он после этого приходит опять в пустую квартиру, но на профессии уже IQ полицейского. В эту же квартиру манников там больше уже нет, поскольку чела забанили хозяина. Он докапывается до другого чела. Говорит, что там были маники, еще что-то было. И прикапывается к битмайнинг ферме. Но там, кроме битмайнинг фермы и этого чела... НРЭ. Да, 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 НЛР. Там еще другие нарушения. Мне вот интересно, это обыском является квартира, то, что он туда зашел или нет? Потому что рейд кончился, обыск кончился, ордер как бы тоже иссяк. Если зашел без приглашения, то считай обыском. Он туда зашел, получается. Поставил чела лицом к стене, обыскал. Соло. Да, и арестовал его за то, что он якобы сотрудничает с криминалом. Но на тот момент уже чел был забаненый, который хозяин базы. Остался с ним его друг, ну подсос так, грубо говоря. И он там просто битмайнинг ферму держит. Он его... Да, он его арестовал за сотрудничество... Я тут прослушал, что ли. Смотри, он его арестовал за сотрудничество с криминалом. Хотя уже криминала там... Фри арест, НЛР. Фри арест, НЛР и еще несколько правил, и это выходит МРБ у него. Все, спасибо. Это все, что мне нужно было знать. Окей. Джо Пабус, НЛР. Далее идет обыск, 4-5 плюс 50 минут. Потому что оно слишком охуевший чел. 180. И фри арест. Это уже МРБ. Я буквально просто за этим челом последил. Он в каком-то из роликов, я чисто по голосу и по нику уже узнал, что это он. Он, сука, противный, очень мерзкий пи... Он, понимаете, лестницу там поставил, чтобы... Сейчас, я вам покажу. Он поставил сюда лестницу. Здесь вот нашел щель, начал кидать кунай зачем-то за бандита по битмайнинг ферме. И вот так вот получается он кидал, 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 кидал. Потом он взял Гоца и побежал их рейдить. Шесть недель на серваке он отыграл. А откуда взялось правило под названием Жопа Буз? Я вам сейчас объясню. Вспоминаем события по хронологии. Он находит место с битмайнерами, пытается там им как-то населить, непонятно зачем и зарабатывает, тем самым нон РП. Затем он меняет профессию на Гоца, чтобы поучаствовать в рейде против них. Небольшая доля Джопа Буза тут уже есть, но все же окей, пусть порейдит, посмотрим что он будет делать дальше. Посмотрели, его хлопнули самым первым. Далее он меняет профессию на IQ полицейского, который может смотреть через стены, если в помещении манипринтера. И вот они чудеса НЛРа. Он находит манипринтеры там, где их уже нету, потому что владельцы их забанили. А знания о принтерах из прошлой жизни он каким-то чудеснейшим, блять, образом перенес из рая. Или куда он, блять, попал, когда его убили на рейд. И он снова приходит в эту квартиру, которую только что рейдили, но уже один и тоже с обыском. Хотя после рейда запускается негласный КД, во время которого нельзя рейдить или же обыскивать квартиру. Да, есть исключение, соло можно обыскивать и осматривать квартиру с разрешения владельца, но такового мы не услышали и не увидели. Таким образом он выдумал причину для ареста из прошлой жизни, которую он помнить вообще никак не должен. И в итоге арестовывает бедолагу. Стим подчеркивает. Вот это все правила, которые он нарушил, это его Steam ID. Сам Бадди Ник, он тут уже давно играет. Я за ним проследил от начала рейда и до конца самого, до тех пор пока его за... Ну этого, бандита за Мингбилдинг не забанили. Вот, и я за этим челом наблюдал. Он такую хуйню творит. Ну у него выходит неделя и вот как бы то самое, да. Если что, у меня все есть на демке. Я вот что и подошел насчет этого обыска узнать, потому что было 4, если бы обыск был бы, но он и есть. Это уже было бы пятым. Так бы я его сам забанил. И короче, он пытается ударить, я ему приказываю стоять лицом к стене и считать до 50. Я подхожу к двери, достаю ключи, он оборачивается резко, берет М-ку, расстреляет меня и убегает. Ты ему давал приказ с оружием в руках? Да, 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 сдегло. Было такое? То, что он мне давал приказ, да, то, что я ломил все в его дверь. Угрожал он тебе оружием? Да, он мне сказал, что сто дочитал, а я считал. Досчитал? Ну быстро дочитал, типа. Но он же все равно отвернулся. Типа, один, два, три, четыре, пять, пятьдесят. Пришел. Он подошел, короче, к двери. Вот так вот начал ее открывать, я вот с ними его убил. А что, что, что я не подчинение, или что, у него в руках не было? У тебя феррп. Тебе до этого чел уже угрожал с оружием. Плюсом обман, плюс обман, плюс обман, у меня демка есть. На что? В чем он обманывает? Какой обман? А тут ушел, я этот, не угрожал оружием. Я гений. А ты только что сказал, что я не угрожал? Так он сказал, что угрожал. Да, что ты докопался до него? Он тебе сказал. Он сказал только, что при тебе, что ты ему угрожал, так и было. Он досчитал, как ты приказал. Но это не дает ему права, как бы, дальше на тебя накидываться. Ну, короче, я затупила, я затупила. Ага, понятно. У него в любом случае феррп есть, но обмана нету. Ну, кстати, а у меня вопрос, а у него будет АМГ? Потому что он когда за 50-ку был, он приходил ко мне, какую-то дичь нес. То, что он вчера ходил, меня убивал и рейдил. Типа, и помню ли я его? Убивал, когда он не был. Я сказала, помнишь? Я просто на тебя напасть спрашиваю. Кого, кого? Что ты, о чем ты ему напоминал вообще, не пойму? Ну, это Демета. Ты про что? Вот о чем ты ему говорил? Ты ему говорил о какой-то недавней жизни, которая вот за эту сессию игровую была? Или ты говорил про что-то там вчера, позавчера? Ты ему за какую-то вчерашнюю игровую сессию говорил, или что? Типа, я думаю, не стоит за это выдавать мету. Да, ну, это бред за это мету выдавать. Чел сейчас все приплетет. Сейчас он вспомнит, что он ему на подоконнике насрал. Он еще и на это пожалуется. У него только феррп, все, успокойся. Все, запишите, пожалуйста, Пабло Эскабар, там на меня же Брегов. У тебя нарушение правила нонарпаган, все. В смысле? В смысле, ты за бездомного с Эмки в людей убиваешь. Может, когда я его забирать, у него еще ферррп есть. Так он с Эмки его бахнул или с Деглайдж? Не понял. Я был с Деглом, а он с Эмки меня убил. Нонарпаган, пропишите, короче, я скажу, человеку. Нонарпаган и ферррп. А, пиздец. Ну все, нонарпаган и ферррп, сейчас я тебя выпишу. Да нет, ничего. Собака мэм ю. Ты понял, за что тебя наказывают? Я за... Слушай, а ты два дня наиграл, но можно же как-то правила осилить? Открой, почитай, пока ты сейчас будешь сидеть. Да, но нарпаган, потому что там, я не знаю, что вот по РПС, так... Это небольшая табличка, которую просто открыть и, я не знаю, где-нибудь у себя на видном месте держать. И надо сверять, если ты хочешь какую-то профу брать. Но пока ты начинающий игрок. Там расписаны средние, тяжелые, легкие оружия и другие, которые без классификаций. И те, которые выдаются профессиям определенно. Просто открывай перед тем, как ты... Вот хочешь, не знаю, взять какого-нибудь битмайнера. Почекай, когда ты его берешь. Что ему можно носить, чтобы, ну, просто запомнить это. Типа берешь битмайнера. Так, ему вот это нельзя носить, а вот это можно. Ладно, там причем список выделен. И ты можешь по профессии найти класс оружия, который ты можешь носить на этой профессии. Легко, как бы, там все расписано и понятно. Почекай. У тебя выходит 35 минут за феррерпэй, но нарпаган. Готов. Так, еще одного я наказал. Че у нас там еще будет? Так, стоп, а ему выдали бан или нет? Да. НЛР, джапа буст, нрп, 4,5 и плюс арест еще. Сарест. Надо было все циферками прописать, хотя хуй с ним. Пусть сидит, долбоеб. Он уже, помню, был у меня в ролике, но он так, ну, очень жиденько отлетел на самом деле. Не на такой большой срок, на который на самом деле заслуживает. А просто так, челу, из-за того, что, ну, вот ты такой сука уродец. Ну, выкидывать это будет некрасиво и несправедливо. Каким бы козлом челик не был. Но тут есть причины. Есть доказательства, есть нарушения. Тем более, их 5. А 5 нарушений, это массовое нарушение правил за одну сессию или же за один день. Вот такие пироги. За это идет одна неделя бана. Так, за кем бы последить еще? Вот, ну, пельмень там какой-то есть. Ну, какой-то типа околодушный челикс, да? Охуительно интересный геймплей. Как же так ты можешь на своем серваке? Да я на любом это говорю, блядь. Мне заебали вот эти манипринтерные войны, пиздец. Удалить манипринтеры из Дарк РП, все, нечем будет заниматься, сука, абсолютно. Ну, в общем, с долбоебом мы разобрались. А вот тут я уже сам немножечко поиграл за полицию. И вот, что с этого вышло. Блядь! Блядь! Я не упал так, чтобы сдохнуть! Это, сука, второй этаж! Ну, ладно, третий. Я заебался падать уже. 60 хп, я должен был по-хорошему хотя бы максимум 40 просрать. А не все сразу. Меня переполняют эмоции. А ну, малыш, давай. Кстати, я, судя по всему, понял, вы крайне опытный человек, который вот прям передо мной стоит. Смотрите, они же, получается, все сейчас делают, используют торгеры. Да заткнись! Да затрыгни ты уже! Так, ладно, окей, эту квартиру я нашел с манниками, ее зарейдили, манники сломали. Дальше бежим искать другие хаты. Что-нибудь застроенное надо посмотреть. Удивительный народ на 50 благословениях. Они понимают, что у них не ограниченный фиррп, то есть на них вообще никак никто не может повлиять, пока они не в наручниках. И когда происходит вот эта рп-ситуация лицом к стене, и там может его ставить хоть 10 человек лицом к стене, он вправе их не слушать, и стоит им только хотя бы раза три по нему выстрелить, все. У них, блядь, паника, как же по ним посмели выстрелить. Удивительный, блядь, народ, но если человек не подчиняется требованиям госсотрудников в таком большом количестве, то ему, видимо, это особо и не страшно, и значит, надо уже принимать крайние меры. Ну и вот она вам ситуация. Несколько полицейских вооруженных пытаются воздействовать на вот эти 50 благ и достают оружие. Ему на это похуй, он достает оружие в ответ, да, это по правилам, и начинает прятаться на заточке, и чтобы сбить этот инвиз, нужно по нему пострелять. Тем более, он ведь достал оружие на вооруженных полицейских, это тоже признак опасности. Но он же все равно недоволен, зачем по нему начали стрелять и почему? Ведь он просто достал оружие на вооруженных полицейских, которые ему угрожают. А можно такой вопрос, ребятишки? А вы зачем по мне почти фулл обойму выстрелили? Ну, ты заточку цыгана юзанул и начал от нас убегать. Я тебя не вижу, я просто пару выстрелов дал, чтобы ты не убежал, и потом перестал стрелять. Мы же тебя не убили, мы же перестали стрелять. Что? Перестали стрелять, когда я вышел из инвиза? Вы выстрелили по мне, я вышел из инвиза. Ну, когда мы видели, что ты перестал нам сопротивляться. Ну, так я зашел в инвиз, по мне выстрелили, ты, по-моему, по мне и выстрелил. Потом кто-то, потом вот он по мне выстрелил, ты еще по мне пострелял, Юи еще потом по мне пострелял. Ну, давайте всех ТДТ пойти, когда я просто полз. Так вы меня втроем только стреляли по мне. Но ты инвиз юзанул. По логам, да, три человека только. Ну, он инвиз заюзал, надо было снять инвиз. По фуллобойме-то нахуя по мне стрелять. По фуллобойме-то не снять я инвиза. Ну, давай так, на сервере отвратительная регистрация попадания, и к тому же не факт, что они смогут попасть с первого раза. Как бы вы сам понимаешь, у нас сервер не Робин Гуды населять. И даже не Зои Космеденецкий. Тоже верно. Ну, просто в чём трабл, смотри. Типа, понял, вот этот домик, где был, ну, блять. Как объяснить? Возле бара вот этот домик, который продаётся, где дверечная. Там одна была дверь открыта. Я от них у левой стенки зашёл в инвиз. По мне выстрелили, и я успел доползти вот так вот на контроле до левой стенки, и по мне всё это время ебашили. Это вот всё это время они инвиз сбивали? Человеческий фактор, чё. Да и тем более тоже можно это на задержку списать. Мы все не с одного компоседия, мы у всех разное время. Понял. Ну, окей, тогда арестуйте меня. Можешь закрывать. Удивительный человек. Опять в тюрьму, блять. Душный какой-то он. Ну, это не первый раз уже такое за ним. Это Даниил Сангард. Не понял, а чё такое, чё он сделал, чё, чё, чё произошло? Он угрожал гражданину, то, что его бьёт. На основании чего? А вот они всё его знают, блять, захотелось. Я просто рядом стоял. Он заебал, мы ж так не работаем. Он такой, типа, достаёт пистолет, такой, типа, я тебя сейчас застрелю нахуй. Нет. Так покрыть ваше удостоверение. Давайте постоим пока что здесь, шефа полиции. Подождём главу. А что произошло? Куда ты побежал? Мы его подождём, и пока удостоверение его проверим. Ваше удостоверение. Так, я по вызову. Здравствуйте. Человек странноватый какой-то. Вы можете проверить, ваш подчинённый, не ваш? Куда ты идёшь? Подстриги меня под нолик, подстриги меня под нолик, дорогой. Уйди. Чё, давай, сам уйди, ёпцать. Не мешай. Не мешай. Я тебе не мешаю. Ты мешаешь пением, отвлекаешь людей, уйди. Разрешивайся в сны раз. Лицом к зле два. Если вы не станете лицом к зле, я примнёшься в этот следствия. А-а-а. Неподчинение. Да, сейчас возьмусь в сны. Неподчинение. О-о-о-о, да. Что он показывает? У тебя картонка не смущает. И куда ты меня понёс? Чё там? А-а-а. Ты меня прямо в кучу заплетишь. Чё ты делаешь? Так, ну чё, мы выяснили, нет? Прожди, это не документ, это какая-то картонка. Нет, заковать надо сначала. Максимальный строк. Всё, закоман. Можно даже угроз заплесить гражданин. Вы? А он меня зашёл. А он не... Ой-ой-ой. Вообще-то я свой. Так, ну в наручниках вроде. Максимальный строк угрозы. Мы послушаем под... Угроза гражданин граждан. Плюс поддельный документ обуслужащего. Всё, отусти. Можно я, да, я скажу. Вот, смотри, вот в реальности, допустим, это сейчас, я поговорю. Вот в реальности, ты меня затайзер, в реальности человек трясётся. Получается, в реальности я бы спросился. Мон, он умер. Отчёл, он реально умер. Добейте его. О, всё равно лишний расходник. Добейте его. Добейте его, давайте. Я не хочу мучиться, убей меня. Я не хочу инвалидом быть. Он просит, убей его, убей. Убей меня. Я сброшусь с ним. Блядь. Не спина, хуй. Ебать. Это так полиция работает? Ты его зачем убил, пиздец? Ну, он попросил, я не смог отказаться, да? Сука, вот сам попросил. Ну, тоже полицейские, грубо говоря. Ты должен спасти человека, а не убить. Фрикил у тебя. Да, и такое бывает. Пиздец. Сука. Ну, он попросил, да? Нормально. Ну, он попросил. Да. Он попросил, да? Он попросил.